Так, я вот прочту, значит, такую вещицу, которая всё-таки читается минут 20, поэтому терпение нужно. Ну, это я не знаю, как пойдёт, потому что всё-таки морковь уже стоит. Значит, вещь называется «Духовка». Во вторник шёл в посёлок за хлебом, вижу на пригорке со спиной. Я ещё Лёня заметил, вот мальчик кого-то дожидается. Фигурка запала сразу, гитара на шнурке через шею, как он ногу выставил. И неожиданно, назад идём, он ещё не ушёл. Здесь вижу в лицо. Я спросил спички, он не ответил, пошёл на меня. Я ещё не понял, почему идёт, не отвечает. Или уличная манера. Он просто идёт протянуть спички и сам спросил закурить. Сейчас, думаю, разойдёмся, не увижу никогда. Разошлись, дальше что делать не знаю. И простая мысль, вернуться попросить на гитаре поиграть. И хорошо, я не один. Он начал сразу, голос только установился, песни, как они во дворах поют. Весь запас спел, больше задержать нечем. Я как-то дошёл до дома, но когда один остался, и поделиться не с кем. Думаю, в радугу, так лишь бы идти, не сидеть на месте. Прошёл половину посёлка и встречаю. Удивительно, хотел увидеть и увидел. Хотя, раз он недалёко попался, почему ему здесь и не жить? Я как будто гулял, от нечего делать, и думаю, присоединиться. Ясно, что он просто так стоит. Он кивнул. Я как будто хочу присмотреться к его игре, какие места зажимать на струнах. Долго ходим, разговора немного. Узнал, что учится. Пойдёт в десятый класс. И учится в школе для математиков на несколько человек со всего края. Не просто уличный мальчик, кастом. Он на пригорке стоял, ждал приятеля Серёжу, чемпиона по самбу. Тот хотел вернуться из города. Пока мы как будто бесцельно слоняемся вдоль фанерных домиков, попадаются девочки его лет, о чём-то обмолвиваются с ним, я в стороне не мешаю. Стемнело. Он говорит, пойдём к спортсменам. Пойдём. Не говорю, конечно, что не знаю спортсменов и никого здесь. Затруднение с разговором, когда о машинах или о песне, которую они все знают. У него разряд по плаванию. Тут я и понял, что когда недели три назад увидел, здесь по дачной улице шёл мальчик с аквалангом и ластовой подмышкой. Ровесники шли с ним, девочки или дети. Я поразился тогда, как он красив и во взгляде бессердечности от красоты. Видел всего мгновение, только прошли мимо. Тут я понимаю, это он и был. Стемнело. Сидим на скамейке у одного домика. Он всё время перебирает струны и напевает уличным голосом эти песни. Блатные, жалостливые, про любовь. Из домика женщина попросила не петь. Мы пошли к открытой веранде столовой. Там дежурная лампочка посередине невысока. Такой тусклый свет с большими тенями. Старуха сторожит с папиросой и две девочки с парнем. А девочки попадались и мальчик тоже. Спрашивал у Миши, девок нет? И Миша засмеялся. Миша дал ему гитару. Это Толя с малороссийским выговором. Смешно и с чувством не как Миша. Запел с руганью через слово. Толя послал девочек за картами. Я подумал, как хорошо. Их четверо. И я лишний. Не выяснится, что не играю. Эти девочки живут в домике рядом дочери, что ли, заведующей столовой. Когда они вернулись, Толя увлёкся пением. Девочки одни со сторожих и сели в угол напротив спасянцев. А мы с Мишей слушали Толю и смеялись. Уже объединены вниманием к пению. Песни у Толи были такие. Беспризорник подходит к кассе, хочет украсть билет. Его забирают. Он говорит, граждане, как вы жестоки, граждане, сердца у вас нет. Вы забыли, что я беспризорник, зачем же меня обижать. Или в притоне оборванец убил моряка из-за пары распущенных костных.